Ежедневно в нашей республике оформляются десятки тысяч различных документов. Получение паспорта, оформление пособий, покупка квартиры, земельного участка и многое другое. Процедура их получения еще совсем недавно была делом непростым и зачастую занимала много времени, но все изменилось с появлением многофункциональных центров. Одной из главных задач майских указов президента России Владимира Путина было обеспечить в каждом субъекте 90-процентный доступ населения к госуслугам через многофункциональные центры. Первый центр предоставления госуслуг в республике был открыт в 2009 году. С приходом на пост главы Дагестана Рамазана Абдулатипова проект получил поддержку и развитие. По его инициативе была создана филиальная сеть МФЦ. Теперь красивые, комфортные центры под названием «Мои документы» открыты во всей республике. Одна из задач, которую ставит перед республикой президент Российской Федерации, это улучшить качество оказания государственных услуг. И в этом плане, в соответствии с президентской программой, мы сделали очень много. Фактически за три года более 90% обеспечили возможности оказания государственных услуг через многофункциональные центры. МФЦ работает по принципу одного окна. Каждый оператор центра является универсальным. Заявитель может обратиться в любое окно приема документов по всем видам услуг. В каждом филиале установлены банкоматы и терминалы для оплаты госпошлин, налогов, коммунальных и прочих платежей. Приветливый администратор, электронная очередь, консультации, и через 15 минут понятно, что оформление документов вовсе не проблема. В центрах «Мои документы» можно получить и правовую помощь, оформить договор купли-продажи, составить исковое заявление и многое другое. Также по всем вопросам можно получить консультацию опытного юриста, в том числе используя скайп. Благодарим государство, что так позаботились о людях. Мы очень от лица всего Дербента, я вас благодарю. Молодцы. Спасибо вам большое. В центрах помощь могут получить и бизнесмены. В одно обращение им становятся доступны такие услуги, как регистрация ИП, лицензия на продажу алкогольной продукции, оформление различных видов господдержки. В целях наведения порядка в сфере землеустроительных работ на базе республиканского МФЦ создан межевой отдел. Сроки оказания межевых услуг удалось сократить до 10 дней, а их стоимость снизить до 3,5 тысяч рублей. Народу легче стало. Вот представьте себе, пожилой человек переводит свой собственный земельный участок. Ему надо ходить в земельный комитет, брать распоряжение категории земли, потом кататься в палату, потом в Росреестр. А в данное время он пришел в МФЦ, сдал документы, получил ответ. Понимаете? Я очень рад, что большое спасибо руководству нашего Дагестана, Российской Федерации. Центр «Мои документы» уже работает в полную силу. Важно, чтобы каждый житель Дагестана знал, для чего в разных районах города и республики появились стильные офисы с улыбчивым персоналом. Для этого сотрудники проводят информационные акции на рынках, в Гадыканах, в сельских сходах и в мечетях. Разносят брошюры по домам, в квартиры пожилых людей, рассказывают через газеты, молодежи, через социальные сети. Мы очень рады открытию МФЦ. Это для людей большое облегчение. Раньше приезжали с разных сел и уезжали обратно, так и не решив своих вопросов. Пенсионерам тяжело было по организациям бегать. А сейчас в МФЦ быстро и удобно решают все свои вопросы. Спасибо вам большое. По итогам всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России-2015» типовой филиал республиканского МФЦ в Хивском районе стал победителем в номинации среди центров менее 20 окон обслуживания. Проект отдел кадастровых инженеров МФЦ Дагестана стал лауреатом этого конкурса. Оператор МФЦ по Хунзахскому району Мадинат Мухумаева вошла в десятку лучших по России. Сегодня принцип одного окна работает. Сервис и комфорт – вот отличительная особенность работы наших центров. Каждый житель республики может воспользоваться своим законным правом – оформить любой вид необходимого ему документа. Наша задача – сделать этот процесс простым, доступным и удобным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова